Армен Лемирович, когда мы готовились к этому интервью, Вы сказали в разговоре, что сомневаетесь, нужно ли называть шокирующую цифру. Прибыль от внедрения Вашей продукции, техники для ускорения уборки зерна и рукавового для хранения зерна, так вот эта прибыль будет равна в течение 10 лет 207 миллионам рублей, если учитывать нынешние цены на зерно. За счет чего происходит эта прибыль? Я немножко перефразирую. Я сказал, что если инвестиции, данный конкретный случай, который мы на нашем расчетном калькуляторе получили, если инвестиции сделать в районе 16 миллионов рублей в нашу технику, то каждый год дополнительная прибыль компании, для данного примера, составит 207 миллионов. Это означает 13-кратное увеличение отдачи от вложенного рубля ежегодно. 13 раз. Я сказал, что если сейчас такие цифры скажу, то мне, скорее всего, будут отсвистывать и кидать камнями. Ну, вы сейчас решили его трогать, да? Ну, тронули, тогда держитесь. Так, за счет чего эта прибыль появляется? За счет организации логистики. Что такое логистика и чем его едят? На это очень мало обращает внимания, потому что есть традиционная технология. Вот наш клиент, циркозпроизводитель, консервативен. Он выбирает тот путь, который ему известен. Он идет по своей тропинке. Вот эта тропинка ему известна. Но эта тропинка уже давно устарела, заросла. Есть вот рядом шикарная широкая дорога. Вот мы показываем, что по этой широкой дороге гораздо быстрее можно добираться. Что происходит, если меняют агрологистику? Сокрашают агросроки. Для уборки сокращение агросроков – это урожай. Это урожай в другом количестве, это урожай в другом качестве. Вот этот момент любой вам расскажет, любой агроном, любой ругатель хозяйства. Уборка для них – это святое. День раньше – это они понимают, что это означает. Это риски. Это риски потерь. От погодных явлений. Это риски потери от самосыпания. Это риски потери от истекания зерны. Когда натура снижается, и то же самое зерно просто имеет совершенно другой вихло в тоннаже. Это риски потерь влаги. Почему? Потому что если есть ГОСТ, который говорит, что 14,5% продадите по ГОСТу, и у вас купят по этой цене, как стандарт по ГОСТу, то за 10% или 11% влажности ни один рубль, ни один покупатель не будет как премиальный доплачивать. Не происходит пересчет по сухому остатку, как бы не хотелось. Поэтому днем раньше закончить уборку – это означает получать совершенно другую отдачу. И сдержки-то одни и те же остаются. Сколько ты вложил в эту землю, ты уже столько и вложил, ты ничего не добавишь. И на уборку потратишь столько, сколько потратишь. Ваша техника позволяет сокращать сроки уборки. Но ведь не только сокращать, а и сдвигать можно. В чем возникает преимущество агрария здесь, если он убирает более влажное зерно? Какова стратегия? Мы на самом деле не только техника это решаем, мы решаем это технологией. Потому что здесь работают два взаимосвязанных момента. Один момент – это ускорение самой уборки. То, что происходит благодаря включению между комбайнами и автомашинами третьего звена – бункера-перегрузчика. Он позволяет работать без остановки комбайна на выгрузку. Вы знаете, как воду переносить ведрами или как водопровод включать. Совершенно другой поток. Это безостановочный поток. Не происходит цикличная работа, когда комбайн 30% своего времени простаивает из-за того, что необходимо выгружать, или стыковочные моменты, вот моменты стыковки машины с комбайном – это тоже потери. Эти потери воспринимаются как норма. Это не норма. Потерять 30% рабочего времени – это аномальное явление. И мы можем эту потерю убрать. И второй момент, то, что вы задали, вопрос – сдвиг по сроку. Сдвиг по сроку. Мы два года назад решили запускать эксперимент провели, опираясь на свой опыт хранения влажного зерна в пластиковых рукавах. Здесь, в Ростовской области, группой компании «Светлые». Эксперимент был такой. Два рукава с влажным зерном, равен 18%, заложили летом на хранение. Остальное зерно они вложили на свои склады. Уже под зиму сохранившееся абсолютно без проблем 20% зерно смиксовали с помощью нашего бункера, двухсекционного, с пересушенным зерном, процентов 10 влажности. Я не помню пропорцию, наверное, 50 на 50 смиксовали. И на выходе получили кондиционное зерно 14% влажности. И это зерно абсолютно без проблем было продано. Обратите внимание, ни копейки не потратили на сушку. И ни копейки не потратили на потерю этих 4-5% влажности, которые в обычной практике каждый теряет. Смиксовали, получили кондиционное зерно. При этом это уже стало для них практикой. Они в этом плане молодцы. Потому что на следующий год они уже перешли на массовое применение. По моим данным, то ли 20, то ли 25 тысяч тонн было заложено уже влажного зерна. Это комплексная программа. Она позволяет что делать? Она позволяет сдвигать фазу старта уборки на несколько дней. То есть начинать надо убирать при влажности 20-22%. Когда зерно уже полностью сформировано, только не хватает немножко терпения, чтобы до влажности дождаться. Обычно ждут, чтобы не тратить деньги на сушку, потому что это проблема. В принципе, проблема сушить зерно. Природа сушает. Но вопрос в том, что когда природа сушает сегодня до 15%, завтра он уже пересушивает до 12%, до 13%, до 9%. То есть природа играет очень неизбирательно. А когда мы сдвигаем фазу старта на несколько дней, получаем сразу несколько эффектов. Первый эффект. Мы убираем, не теряя ни копейки, на потери влаги. Мы убираем без рисков самосыпания и стекания зерна. То есть потери натуры и потери количества. Урожайность. Урожайность. И мы не теряем качества. Потому что мы собираем высокое качество. То, что мы смогли вырастить. То, что выросли, это агрономия я оставляю в стороне. Надо на хорошей качестве работать с агрономией. Но дальше из-за уборки мы не теряем качества. То есть тройка не становится четверкой. 50 центнеров не становится 40 центнеров. Из-за того, что там потеряли. Натура 790 не становится 720. Она остается так, как есть. А это когда все вместе мы как раз пересчитываем. Получается колоссальная цифра. Это одна цифра. А вторая цифра формируется другим процессом. Это процесс сева. Посемной процесс обратно цикличность вырисовывает. Если во время уборки комбайн циклично загружается по традиционным системам. Потом выгружается и 30% теряет времени. Во время организации сева посемной комплекс теряет в среднем 25-30% своего времени на свою загрузку. И этот процесс тоже ускоряет. Тот же бункер, который во время сева ничем не задействован. Уборки-то нет. Этот же бункер используется для скоростной загрузки пассивных комплексов. Загрузка происходит в 10 раз быстрее, чем обычно. За 3-4 минуты любой пассивной комплекс можно загружать зерном. Это что дает? Это дает увеличение процесса сева, увеличение производительности пассивных комплексов в среднем на 30-40%. Это сменная производительность. Я попробую объяснить арифметику. Севет пассивной комплекс 1, допустим, 150 гектаров в день. Они работают 10 часов или 12 часов. За счет того, что применяют загрузку пассивного комплекса бункерами, они уже не 150, они уже 220 гектаров сеют в день за то же самое время. Но за счет того, что они механизаторы перетасовывают и переходят на круглосуточный сев, они уже сеют в 2 раза больше, 440. Итого, один пассивной комплекс сеет 150, но тот же комплекс бункеров круглосуточно сеет уже 440 гектаров. Трехкратное увеличение. А скалинды четырехкратное увеличение производительности дают за счет круглосуточной организации работы. У хозяйства, у которого есть на сегодняшний день в кармане, ну, к примеру, 10 миллионов, у него есть два варианта. А надо решать, к примеру, вопрос покупки 10 комбайнов, для того, чтобы успел вовремя там убирать. Ну, нет у него 100 миллионов, но 10 миллионов есть. И у него есть 10 комбайнов, к примеру, которые на сегодняшний день у него присутствуют. Один комбайн стоит 10 миллионов. Ну, на один комбайн, может, и хватит, но на 10 уж точно не хватит. Один ему погоду не создаст кардинально. Ну, он может решать этими же деньгами вопрос покупки четырех бункеров. Четыре бункера плюс 10 комбайнов равняется 14 комбайнов. Он в этом году решит вопрос с 14 комбайнами таким способом. Он все равно там остается в потребности еще 6 комбайнов. У него не хватает. Он на следующий год придет купить 6 комбайнов. За счет того, что получил за счет своих же потерь деньги, он заработал больше. У него просто экономика стала другая. И сможет покупать. Не потерял. И то же самое трактора. Если у него нет деньги на покупки тракторов и пассивных комплексов, он сеет с растягиванием сроков. Он теряет деньги каждый год. Он может просто тем же бункером, за теми же бункерами загружать свои пассивные комплексы, ускорить сев, получать больше урожая, лучшего качества. При этом экономика у него меняется. Он обновит свой парк. Он купит вместо старых тракторов и старых пассивников, купит новое для того, чтобы получать лучше урожай. Но у него появятся деньги. Откуда деньгам браться, если экономика не выдерживается? Если мы покупаем технику, которая загружается наполовину или на четверо. Трактор стоит, современный трактор, если мы говорим про тяжелые трактора, стоит в районе 8-10 миллионов. Если мы говорим про импортную технику, она может и до 30 миллионов дотянуться по цене. А посевной комплекс тоже 10-20 миллионов. То есть для того, чтобы один комплекс работал, надо потратить в среднем порядка 20 миллионов. От 20 до 50 миллионов, смотря какой комплекс покупаете. А сейчас представьте себе, комплекс потратили, в среднем 25 миллионов потратили на современный пассивной комплекс, с трактором и с пассивным комплексом. А его эффективность работы составляет, по моей цифре, в три раза меньше. То есть фактически вы 30 потратили, используя всего 10. Зачем? Вам надо еще там 3 таких покупать. Вам что, еще там 90 потратить? Давайте мы и поставим один бункер к ним. Он будет работать, как все три, как все четыре. Все. Вот и вся арифметика. Остальные деньги можно инвестировать в другие сферы, которые более важны. В общем, технология Лилиани помогает повышать эффективность вообще всего парка техники, которая есть. Ну, я Лилиани сейчас не перепишу, потому что это как-то будет плагиат. Мы здесь, может быть, маленько поперчили, посолили технологию безоправо-безостановочной уборки. Потому что это не нами придумано. Это придумано до нас. Мы создали производство, которое производит технику, и мы создали команду, которая обучает, как это все организовать. Мы сделали разные бункера-перегрузчики, которые к любым пассивным комплексам имеют доступ. Но это не только к пассивным комплексам. Для удобрений товарищи бункеры тоже подойдут? Да, разбрасывайте в удобрения. Мы их тоже загружаем. Это, кстати, очень важно, если работа идет по разбросу удобрений по мерзлоталой почве. Те, которые понимают, о чем речь, они оценят это. Потому что по мерзлоталой почве, когда снег тает, и в утренние часы еще ледяно есть, и можно по нему проехать, да, и разбросать, а днем уже слякоть образовывается. Значит, вот этот короткий период времени идет на вес золота. Почему? Потому что удобрения разбрасываются, они успевают оттаять, да, с талой водой, они пропитываются в землю, и идет идеальное освоение, очень высокое освоение. И вопрос здесь идет, даже каждая минута на вес золота. Так вот, представьте себе, что разбрасыватель удобрения, когда мы загружаем с помощью бункера перегрузчика, тот же Пегас, да, он очень быстро работает. Он работает на 60% производительный. 60%! Когда речь идет о том, что удобрение освоится или не освоится, успеет или не успеет обрабатывать, да, купить на 60% больше разбрасыватель удобрения, который работает очень короткий период времени, да, или быстро загружать. Потому что мы загружаем за 50 секунд, а традиционно загружают за 5-6 минут. Дай Бог, 5-6 минут. Вот тебе разница. Я правильно понимаю, что бункер-перегрузчик, который работает на уборке зерна, на севе и на обработке посевов, это все одна и та же машина? Или это разные бункеры? Нет, это одна и та же машина. Мы только разные опции можем к нему присоединить. Если чего-то нету, то надо там опцию добавлять, чтобы он присутствовал. Это, знаешь, как фен со своими насадками. Без женщины, мне так легче будет говорить. В будущем году Вы собираетесь внедрять новинки. Можете о них рассказать? Коротко. Ну, да. Во-первых, мы функционально добавляем, функционально добавляем сам бункер-перегрузчик. У нас добавляется функция растворный узел. Очень интересная функция. Она позволяет тот же бункер превращаться в емкость для перемещения воды, плюс перемещение средств защиты растений, плюс формирование непосредственно нужного СЗР, а непосредственно на поле. То есть там будет специальный дозатор, который будет определять, исходя из рецептуры, что необходимо для данного поля, исходя из решения агронома. То есть это жидкие все жидкие? Это жидкие, да. И это там тоже самое кассы, которые сейчас все современнее становятся, доставка кассов, и непосредственно загрузка установок по внесению вот этих там кассов. Все будет происходить с помощью вот этого агрегата. Он будет очень интересный. Я думаю, что ему ожидает интересное будущее. Кроме этого, мы сейчас ставим на массовое производство систему внесения инокулянтов. При подаче из машины бункер, семян, мы производим там обработку. У нас это самозагрузочный шнек, который мы применяем для приемки семян из машин или удобрений из машин. И вот этот самозагрузочный шнек имеет встроенную систему внесения инокулянтов, и происходит обработка прямо в этом шнеке. Идет идеальная обработка. И мы за счет этого получаем удовлетворение всех требований по инокулянту. Еще из новинок – это то, что мы сейчас создаем новые цифровые платформы. Платформы, которые связаны как раз с двумя нашими темами. Уборка зерна и хранение зерна. Эти платформы позволят организовать уборочный процесс, полностью координируя всех задействованных людей и технических средств. То есть координация идет в онлайн-режиме. И вырабатывается наилучшее решение, которое высвобождает и агрономы, и управленцев от принятия каких-то решений. Это наилучшее решение – учитывать массу факторов, которые, перечисляя сейчас, у нас просто времени не будет. И позволяет организовать перемещение техники, организовать передачу команд в разрезе любого исполнителя и обозначение всех задач, плюс обратная постоянная связь по выполненным работам с обозначением пройденного пути и остатка, что необходимо делать. Это образно пройденного пути. То есть это система, которая позволяет координировать. Мы уже осенью провели его тестовое испытание в Саратове, получили отличные результаты. Это система, которая позволяет выстраивать работу уборочных команд как оркестр. Эта система как дирижер. И еще одна система, которая сейчас у нас в цифровой платформе готовится, это система, которая позволяет управлять зерновыми запасами, находящимися в хозяйствах на хранении. В первую очередь мы его подготовили для того, чтобы хранить было удобно в рукавах и понимать, где и что находится, и какая динамика его созревания после уборочного. Во время после уборочного назревания происходит еще изменение как влажности, как правило, она впадает, так и изменение качества, потому что качество улучшается. Но мы сделали систему гораздо интереснее. Мы к этой системе добавили возможность подсказок. То есть подсказать, исходя из того, что есть в хозяйстве под рукой, что с чем, какой пропорции нужно миксовать, для того, чтобы на выходе получать необходимые качества. Это даст возможность отслеживать рынок, тоже, кстати, система позволяет отслеживать рынок, и дать на выходе то зерно, которое даст на максимальное количество денег. Эта система тоже у нас будет в этом году, в следующем году, презентоваться и запускаться. Я надеюсь, что вот эти две системы создадут совершенно другую платформу для управления всем этим, потому что это будет система, по сути дела, выполняющая за единицу времени, да, миллионное количество операций, для того, чтобы оптимальное решение выдавать. Вы участвуете в каких-нибудь программах господдержки. Можно ли приобрести Вашу технику по программам лизинга или с какой-нибудь скидкой? Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, мы, как российский производитель, стопроцентный российский производитель, являемся участниками программы 1432, это постановление правительства, которое оставляет скидки. Мы также попадаем под программы льготного кредитования и льготного лизинга через Росагролизинг. Мы с ними в партюрских отношениях поддерживаем всех. Начинание у нас совместные проекты есть по Росагролизингу. Акционные проекты запускаем. В частности, сейчас мы с ними до конца года акцию запустили. И на 8% у нас цена в этом году решили, если до конца года успевает подаваться. Ранее бронирование, да? Да, ранее бронирование, да. Так что вот эти программы все есть. Локализация у нас более 70%. У нас все технические операции выполняются в нашем заводе. Что касается региональных программ, ряд регионов сами за счет собственных предчетов финансируют приобретение техники своим хозяйством. Ну, здесь, конечно, есть что сказать. Во-первых, есть регионы, которые не только финансируют покупку техники, но еще и поддерживают российского производителя. Это очень важно, потому что нам надо опираться в первую очередь на нашего производителя, а не на немецкого, на европейского или американского. Почему? Потому что завтра они могут просто отвернуться от нас, или границы закроются по политическим каким-то мотивам, да, и оставим сами собой. Так вот, есть регионы, которые поддерживают и предоставляют субсидии, региональные субсидии, только при покупке российской техники, которая подтверждается... Уровнем локализации. Уровнем локализации. Есть такое постановление, правительство 719-е постановление, которое определяет критерии, по которым идет локализация. Если ты соответствуешь критериям, то ты тогда попадаешь в программу. Если не соответствуешь, то до свидания. Потому что есть у нас, например, там конкуренты, которые создали сборочное производство. Ну, я не знаю, что от производства, но если у нас на заводе работает 150 человек, и мы платим достаточно существенные налоги, да, процентов 20 от того, что мы зарабатываем, дают частичным образом налоги, то 10 человек, которые гораздо больше имеют объемов продаж, да, здесь, и с нами находятся в одинаковых положениях, ну, это, наверное, несправедливо. В региональных бюджетах, в некоторых регионах, например, там, Ростовской области, вот так, да, можно было поставить градацию, то есть поддержку давать тем, которые местные налоги платят, и платят федеральные российские налоги. Мы же в этой стране живем. И если даже и нашей компании остаются деньги, они будут инвестиции в эту страну. Мы же создаем здесь производство. Вот у нас в этом году производство увеличилось по объему где-то на 50 процентов. По верующим мы увеличились где-то на 25-30 процентов. А вот в следующем году мы планируем увеличить по сравнению с этим годом два раза. Мы очень много инвестировали в этом году в производство. Где-то более 90 миллионов уже мы вложили. И в следующем году тоже будем продолжать в том же ракурсе. И у нас объем производства будет увеличиваться. Так мы дополнительно 150 рабочих мест создаем. Здесь же, в Ростовской области, эти люди, которые здесь будут получать зарплату, здесь будут тратить эти деньги. И налоги будут оставаться по части регионального бюджета, оставаться будут здесь. То есть здесь было бы, конечно, в свой раз интереснее, чтобы это послужило, вот то, что я сейчас с вами общаюсь, неким посылом региональным властям, чтобы задумались на счет того, что давайте подумаем на счет того, чтобы поддержать не только сельхозпроизводителя, но и тех, которые создают условия для того, чтобы сельхозпроизводитель имел возможность работать на технике. Гораздо лучше, когда ты опираешься на свой фундамент. Нефтяная игла, она потихоньку-то уходит. Вместо него надо думать на счет того, чтобы создавать собственное производство и устойчивое развитие вот этого производства. Какие-то прогнозы на 2021 год можете дать? Или может быть совет агрария? Вот во что вкладывать деньги? Ну, я посоветовал, чтобы они следили за трендом. Тренд сейчас – это производительность труда, это себестоимость. Тренд – это цифровизация. Тренд – это экономические показатели, в первую очередь. Можно просто посмотреть на тех, кто применяет технологические решения, вместо того, чтобы тупо добавлять количество техники. Ну, зачем? Зачем? Если можно на той же уборке, да, если во время уборки применять трехзвенную уборку, можно сокращать автопарк в два раза. Почему? Ну, потому что машины в два раза быстрее бегают, и нет необходимости. При этом увеличить производительность комбайнов на 30-40-50 процентов. Зачем лишние комбайны покупать? Коль у тебя уже есть. Если не хватает, бери, но сделай так, чтобы комбайны работали эффективно. Вот пример, чтобы понятно было, да? Когда ни одному в голову не придет нашему клиенту на элеватор отправлять в КАМАЗ без прицепа. Это же глупо. КАМАЗ берет столько же, сколько берет прицеп, да? И КАМАЗ с прицепом они это нормально воспринимают, да? А вот отправлять комбайн без прикрытия тылового, да, чтобы он в два раза больше выработал за это время, вот это не всегда хватает понимания. Увеличение производительности среднего комбайнов на 40 процентов и автотранспорта среднего в два раза только на уборке, это очень многое значит. Техника себя окупает, по сути дела, в течение только летней уборочной кампании. Только летней уборочной кампании. А если говорить о том, что эту технику за шапку сухарей можно купить, оплатить буквально символические деньги тот же Росагролизинг и растягивать на 5 лет, да, или там через субсидируемые кредиты покупать, которые, по сути дела, никакой инфляции там больше съедают, чем вот эти проценты, да? То о чем говорить? Ты вложил сегодня рубль, ты уже в этом году получаешь 10 рублей. Отдача совершенно другая. Два студента в Африке гуляют. Что они делают, я не знаю. Что потеряли, не знаю. На горизонте появляется лев. Один из них быстро сбрасывает рюкзак и начинает переобуваться, кроссовки. А второй обреченно смотрит на него, говорит, лев быстрее. Говорит, зато я быстрее побегу, чем ты. Это конкуренция. Тот, кто останется последним, его сидят. Те, которые идут первым. Его сидят. Поэтому не надо ждать, пока сосед сделает. Будешь быстрее соседа, потому что завтра, возможно, он будет не твой сосед, будет твой работодатель.